доброго времени суток уважаемые рыболовы любители рыбной ловли хотел вам показать в этом видео вид снасти для водводной ловли поплавочная удочка самая стандартная самая обычная виды монтажа которые используются самораспространенные классические так скажем наиболее варианты сегодня собираюсь на рыбалку завтра утром выдвигаюсь хочу сходить за платой как раз период пока все снасти выложил надо отсняться потому что лень матушка позволяет сделать свободное время и так в принципе не так уж и много ну вот возвращаемся самая стандартная снасть которая есть предоставленных которые встречаются на водоеме это вот обычная удочка опять рисую камера плохо снимает вот обычная удочка пользуюсь я обычно такими капучными потому что они более маневренные быстрее можно смотаться быстрее можно подмотаться подрегулировать глубину места ловля вот и в морозы более щадящие для пальцев я считаю в принципе а там сугубо индивидуально кто какие более предпочитают кто-то кобылки кто-то перестраивает обычно балалайки балалайки неудобно их используют чисто для мормышки для ловли на мормышку ну вот используется обычно удочка поплавок запасники таскаю с собой малые поплавочки маленькие самый набор универсальный совсем маленькие для ловли совсем аккуратный выплат вы совсем мелкий или уклейки вид монтажа обычно леска у нас идет сама обычно 014 оставлю основной пол которая показывал в принципе любой подойдет ставится груз здесь его не подписал ставится грузик грузик должен быть чуть-чуть потяжелее буквально грамма на полтора на два тяжелее чем поплавок если поплавок у нас для оснастки идет там грубо говоря два три грамма нет три грамма конечно сказал грамм полтора два где-то в среднем и зимний поплавок не более вот ставится грамма 45 от основной лески вот она идет 014 здесь груз петелька петля в петлю здесь идет поводок поводок ну сантиметров 10-15 ставим поводок леска 01 крючок я предпочитаю фирму овнер все-таки более некачественную заказа рекомендовали себя с этой стороны с качеством крючок номер 23 по наш классификации то есть самый маленький сейчас если я найду да вот они тоже постоянно с собой запасники таскаю все приготовил вот самые маленькие кому интересно если кто будет приобретать сам распространенный завод что он для плотвы и для окуня самое такое ходовое леску беру самая обычная самая дешевая для зимы я не вижу смысла тратиться чтобы прям качество на леску брать итак это был первый вариант самый распространенный самая обычная самая стандартная я им не пользуюсь я пользуюсь немножко другим монтажом сейчас я вам покажу вот второй вид монтажа это такое грубо говоря как некоторые называют его елка опять же елка у меня опять ставлю две удочки на одной удочки у меня стоят как вот на рисунке изображено два поводка один от 1 где-то сантиметров 10-15 от 1 остается 2 с таким счетом чтобы лежал на дне здесь грузик ставлю тяжелее до 10-15 грамм опять же использую чебурашки самые простые 16 граммовые объясняю почему такую груз ставлю если ловли происходит на больших глубинах там метров 10 15 8 6 для того чтобы быстрее опустить снасти и грубо говоря сам элементарно сам просто чтобы когда леска все знают да сверлили лунку леска цепляется за кромку за неровно и соответственно тормозит грузик чуть-чуть побольше он все-таки отдергивает вода есть риск обрезать ее но я с такими сталкивался на то что помогает при опускании приманки на дно это да для быстрей для маневренности улучшает это да то же самое удочка та же самая ставится самый обычный который оставил леска 014 016 зависимости от условия ловли поплавок здесь на основной леске делается две петли 1 здесь повыше где-то заведомо то есть если когда вяжите поводок то там смотрите поводок сантиметра 10-15 леска на поводок я делаю 0 1 0 12 если ловлю уклейку или мелкую плоту то 0 0 8 0 1 1 1 вяжется от 1 стоишь соответственно чтобы сантиметра 10-15 примерно было от 1 и 2 чтобы лежал на дне по условиям ловли там бывает разно иногда рыбок льет только на домный или на придомный одна от 1 который стоит вот крючки вставлены я вам показал какими я их пользуюсь это не реклама это ничего не призывает если вы ловите на другие фирмы то пожалуйста просто кому как подручней так в принципе все сами видели оснастка очень простая еще раз покажу здесь ставится на рисунке нарисовал так покажу живую здесь ставлю кемрик один потолще один потоньше то есть большой кемрик одевается сюда наконец а через тонкий кемрик проходит основная леска желательно если будете приобретать этому как пожелание была подставка можно самодельную сделать выточить материал что есть желание есть время такая подставка ставится удобнее меня одна удочка стоит ловлю как правило на 2 удочки сверлю 4 лунки на одну на 2 лунки ставлю 2 пополочные на 2 лунки ставлю 2 мормышки с разными цветами чтобы быстрее определить на что сегодня клюет на какой цвет мормышки и клюет ли вообще на мормышку или на пополок лучше вот на одном удилище у меня стоит так называемая елка с двумя крючками а вторая стоит у меня просто груз и поводок лежачий аккуратно и здесь оставлю более длинный вот этот поводок где-то сантиметров 15-20 25 где-то для более осторожно рыбы то есть если плюс совсем осторожно аккуратно тогда что не пугать то есть он получается падает в лунку и он за ним ложится рядом когда кормить опять же лунки просверлили закормили штука всем известно все наверно все знают что это такое кормушка зимняя просверлил лунку кормовую закормил кормлю не 4 лунки когда старую кормлю две лунки вот мотыль всегда с собой на рыбалку беру две мотыльницы одна основная идет у меня то есть дома когда утром встали чай пьете мотыля перекладывайте это основная с двумя секциями сюда-сюда в зависимости от где ладить будете сколько ладить по времени будет основная вспомогательную перекладываю мотыля непосредственно или вы в электричке подъезжаю когда к месту ловли перекладываю сюда кладу весь основной запас мотыля вспомогательную кладу того мотыля на которой я ловить буду объясняю почему так делаю когда мороз там от минус 10 минус 12-15 и так далее там подобно до 30 градусов было бывало то что приезжаешь просто коробку открываешь 1-2 минуты пока насаживаешь мотыль превращались превращается в хрусталь вот вот этот мотыль основной я укладываю как запасной и убираю грубо говоря в перчатку не перчатку варюшку прячу варюшку убираю за пазуху все как на запасе этим я уже работаю грубо говоря осаживаю на удочки тогда и там подобные ловлю на вертолет то соответственно бегу по вертолетам ловлю на него так ну в принципе все два вида поплавочной снасти вам показал если будут вопросы опять же ребят пишите кого что интересует отпишусь комментариях ниже кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал если есть какие-то вопросы пишите будем обсуждать